Привет, ребята! С вами Мэтт Коп и курс Control Paint. Сегодня мы поговорим о перекрестной штриховке. Прежде всего, что такое перекрестная штриховка? Это очень эффективный и быстрый способ наложения тона. Если у вас нет в наличии красок, но вам нужно наложить тени, то вы можете воспользоваться несложной техникой перекрестной штриховки. По мере того, как вы наносите карандашом друг на друга одиночные штрихи, они начинают формировать тон или валер. Если вам нужно подчеркнуть перпендикулярные линии и наложить сетку, то вы можете использовать штриховку в перпендикулярном направлении. Чем плотнее и ближе друг к другу вы кладете штрихи, тем темнее становится тон. Это был пример перекрестной штриховки. А теперь поговорим о том, как использовать эту технику эффективно. Итак, у меня есть контурный рисунок груши и указано на то, как падает свет. Но тени еще не наложены. Чтобы наложить их, я воспользуюсь перекрестной штриховкой. Самый простой способ наложить друг на друга вертикальные и горизонтальные линии, чтобы получилась тень. Но такая штриховка делает рисунок плоским. Хотя эффект тени возникает в результате использования этой техники, но сама тень никак не помогает зрителю ощутить объемность изображенной груши. Поэтому важно не просто наложить штрихи в соответствующем месте, но и наложить максимально эффективно. Так зритель сможет увидеть не только светотень, но и ощутить объем фигуры. И это один из важнейших плюсов перекрестной штриховки. Поэтому я представлю себе эту грушу в виде сетки. Как вы видите, на рисунке теперь обозначены продольные поперечные линии контура, которые обозначают форму груши. Эту форму я себе и представляю, когда смотрю на объект. Эти контуры я буду изображать в процессе штриховки, чтобы передать зрителю схожее ощущение объема. Итак, я снова наношу перекрестные штрихи, но в этот раз я согласую их с формой сетки. Вот я наношу штрихи. На земном шаре они выглядели бы как экватор. Это были бы линии широты. Итак, я одним махом убиваю двух зайцев. Я одновременно показываю зрителю, как на объект падает свет и где находится тень. Плюс я обозначаю форму груши. Далее я накладываю тем же способом перпендикулярные штрихи, обозначая форму объекта и создаю что-то вроде сетки. В отличие от обычной сетки из вертикальных и горизонтальных линий, моя сетка повторяет форму груши, что очень важно для правильного восприятия рисунка. А когда я изображаю отбрасываю груши тень, то использую прямые штрихи, так как они падают на стол с ровной плоской поверхностью. Но вот тень вокруг нижней части груши снова начинает искривляться, опять же из-за формы объекта. Как вы видите, перекрестное штрихование это очень простая техника, которая позволяет быстро показать валер и форму объекта. Она отлично подходит для создания набросков, для работы в поле, когда нужно быстро создать образ или эскиз. Но как вы могли заметить, этой технике не хватает законченности. Поэтому пока что потренируйтесь и поиграйте с техникой перекрестной штриховки, но будьте готовы к тому, что в будущем мы усложним эту технику, начав работать с красками. Спасибо за внимание. Желаю приятно провести время упражняясь в перекрестной штриховке.